Одесская мэрия собирается обрадовать горожан повышением тарифов на вывоз мусора. Проект решения уже подготовлен и без сомнения за него проголосует согласное с мэром депутатское большинство. Чтобы соблюсти формальности, департамент городского хозяйства провел общественное слушание. Отношение власти к одесситам проявилось сразу после начала общественных слушаний. Как всегда, чиновники постарались, чтобы собралось поменьше горожан. Большого зала у мэрии не нашлось. По итогам конкурса вывоза мусора будут заниматься 4 компании. С ними заключили договоры районной администрации. Приморская администрация заключила договор с ООО «ТВСЕРУС», Малиновская с КП «Одесска Монтранс», Киевская с ООО «Союз» и Суворовская с ООО «Экоренессанс». Далее были обнародованы представленные предприятиями расходы на обслуживание с учетом стоимости топлива, ремонта машин, увеличения минимальной зарплаты сотрудников и других статей. Исходя из действующих норм накопления твердых бытовых отходов, которые на сегодняшний день составляют для многоквартирных домов 2,92 м3 на человека в год, для частного сектора 4,8 м3 в год, стоимость услуг на одного жителя может составить от 17 гривен 77 копеек до 19 гривен в зависимости от предприятия. Население, которое проживает в частном секторе, вполне возможно будет платить от 20 гривен 21 копейки до 31 гривны 24 копейки. Для обоснования своей позиции мэрия использовала дружественного власти общественника-экономиста. Он, естественно, поддержал проект горсовета. Предприятия предлагают вывоз мусора увеличить на 63%, а у них два основных составляющих выросли в среднем на 160-170, если взять бензин, долю и долю заработной платы. Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов поднимаются регулярно, а качество обслуживания остается неудовлетворительным. Переполненные контейнеры и куча мусора, лежащая во дворах по несколько дней даже летом, для Одессы дело привычное. Поэтому каждое повышение стоимости услуги вызывает законные возражения у неподконтрольной городской власти и общественников. Для каждого исполнителя услуг тариф означает Сяукрема. То есть каждый человек, который проживет в разном районе нашего города, платит разную стоимость за вывозение мусора. Хотя он должен быть общий на весь город. Эти же компании, которые увеличивают для населения тарифы, готовы предоставлять тарифы для государственных коммунальных предприятий совсем по другой цене. Все остальные компании, которые готовы выходить и предоставлять услуги населению по более низким ценам, отбрасываются за борт. Было бы логично задать вопросы непосредственно представителям мусоровозящих компаний. Но их на собрание не пригласили. Общественные слушания завершились, как и планировали чиновники. Собрание поддержало проект повышения тарифов единогласно. В связи с этим, закономерно спросить, кто же сидел в маленьком зале, кого собрали на общественное слушание. Неужели одесситы все как один согласны с доводами и предложениями власти? Александр Виноградов, Денис Светляченко, телекомпания «Круг».